добрый вечер я диспетчер сегодня в видео ну то есть созвоне из диспетчерской я хочу поделиться на секретнейшим знанием о том как же я рендерю в массы тубак ты собственно с чего меня вообще подвигло кратенько я как любой художник очень сильно люблю фапать на свой портфель ну да так вот а так как я так скажем работаю на проекте одном хорошем на вот на вот этом проекте ссылочка будет в описании то я еще там не один а еще с другими художниками и собственно я смотрю на портфель других художников и мне печаль потому что они блин там либо мало работ либо их почти нет либо они отрендерены на мой вкус не настолько хорошо насколько могли бы быть но это опять же на мой вкус и собственно поэтому я решил поделиться секретик ну как в кавычках секретиками чтобы собственно остальные могли при желание если они захотят воспользоваться ими и возможно добиться лучших результатов чем час ну так вот приступим что первое по списку а чё вообще как рендерить а вот с чего начать ну все относительно просто мы начнем с того что мы ставим модель я вот люблю ракурс три четверти как бы трактор чуть-чуть повернута потому что тут боковинка интересная и тут но вот тут уже три четверти ну так вот чем фишка нужно его как-то светить но тут же так много источников света вот они все а давайте уберем все лишнее останется только два на самом деле три еще sky а который я отключил ну тогда это тем которую я подсвечиваю а вы чё думали там нет света да нифига и солнце солнечную сторону хорошо освещено который я тоже подсвечено какой принцип когда ты давно хотел стать 2d художником и там изо всех щелей арут свет теплый тень холодная и аж такой недолго думая зашел загуглил какие у нас цвета теплые такие холодные мой google мне выдал хороший ответ собственно из теплых я выбрал вот такой вот желто-оранжевый на средней интенсивности потому что на красной краски он смотрелся вот как бы вот так и это выглядело ужас а за день я выбрал такой вот голубенький тут можно посильнее потому что голубенький как я понимаю слабый цвет из-за этого на низких он смотрится не так в общем точно такой же принцип и на москвиче вы думаете ну нет но чего тут вот это вода да нифига тут правда у меня хуже намного сгруппировано но это все сейчас подключаю подключаю хотя наверное это надо засунуть в папку не подключать вот мне два источника света это освещенная сторона такой вот тут более оранжевый и более насыщенный ну как бы это первый раз я так андрей может его пониже стоит и тень она такая вот голубенькая я делаю синий но синий мне не очень нравилось и поэтому я оставляю и у тени интенсивность по идее по идее ниже чем освещенной части ну собственно что его лично идем дальше у тебя же столько еще наворотов блин как же мне сделать да на самом деле наворотов у меня столько из неопытности потому что ну как сказать круто ну как я понимаю делают не таким большим количеством источника цвета но не суть допустим перейдем к этому трактору мышц его начали бам и чем мы тут видим мы видим какую-то феерию цветов цветов и так далее но давайте пойдем по порядку подключаем это все и до лучших конечно подписывать но вот мои душеньки было ли и чем мы видим я сейчас по включаю то что считаю нужным это нужно чуть-чуточку буду ждать так не то не то хотя может это не не то вот то то так ну тут уже такое ну короче я хочу показать я добавил контровой цвет зачем он нужен ну тут все просто нам нужно отделить силуэт от фона афона я делаю темный но мне такие нравятся и поэтому такой светлой полоской очень удобно это первый второй вот этот свет так или иначе он ложится вот сюда вот сюда вот сюда какой-то свет уже вот сюда и помогает подчеркивать нет это очень хорошо видно на другом рендере вот тут то есть вот тут колесо как бы прям кажется таким объемным хотя это на самом деле нормалка если я найду этот источник света где он тут меня вот он то а кстати это контровой источник света но помогает подчеркивать вот эти моменты да но если я его отключу будет уже не так выразительно и не будет подчеркнут код дальше есть я не знаю как правильно обозвать этот источник света я назвал полу контровым сейчас какие-нибудь спецы меня по рукам по губам надаются такое ну вот как извините как умею сейчас я его найду он по идее должен быть вот этим да собственно чего делает и как он светит если мы его найдем вот он мы увидим что он светит как бы от трактора вот вот как-то вот так на одну собственно вот да и чем мы видим то есть лучи падают вот сюда вот усталкиваются с как бы объемом и такие баба бабам и дальше уже не идут если видите потому что если присмотритесь то вот тут как бы зеленцы нет а тут есть потому что вот этот выступ ну как бы протектор все перекрыл значит с одной стороны проекта это расвещено другой нет а это значит что хорошо подчеркнут его обзор собственно говоря также можно подчеркивать и щели как здесь также можно подчеркивать вот и такой рисуночек такой протектор выдавлен вот так он выглядит вблизи сейчас вот так вот на самом деле это тоже нормалка но от подчеркиванием светом очень хорошо подходит дальше еще один момент я так скажем силу опять же неопытности запечки тут пролетел с одним моментом частный нужный источник света вот он и как бы вот так нужно было промоделить некоторые части но я сделал их нормалка из-за этого крисовый пуски и вот такой источник света конечно не полностью но хотя бы частично выправляет вот эту вот так скажем вот этот косяк собственно такой принцип эти источники света должны светить как бы сбоку не прям сбоку но там по-другому где-то 10 градусов к той поверхности как но который хочется подчеркнуть собственно говоря точно также можно подчеркивать и неровности ну допустим представим вот посмотрим вот сюда у вас есть такие вот шероховатости какие-то там не знаю на раме на кузове что-то где-то потерлось помялось и так далее и вам нужно это подчеркнуть вот допустим вот так у вас стоит модель да но этого источника света у вас нет и все как будто ровная на самом деле там шероховатости снижешь смотрится поприятнее плюс вот тут такой прикольный плечок дает принцип тот же самый светим как бы в бок тут это свет идет вот так но по сути если мы вот эту часть развернем то мы увидим что вот так идет плоскость вот так идет свет и собственно во все какие-то неровности он заходит но не вот так и поэтому вот эта часть остается затененной вот это освещенный и собственно начинает видеться наши шероховатости идем дальше подчеркивать светом кстати это в реальный способ как я понял то есть хочешь сделать круто подчеркни все светом можно не только неровности кстати вот неровность я подчеркнула на крыше но тут просто такой прикольный эффект получился это вы уже сами должны нащупать попробовать как бы под свой вкус и какие-то там скажем так фэн-шуй и в вашем головном мозге да именно так так но давайте найдем какой подходящий ракурс да вот например на москвиче светом также можно подчеркивать не только шероховатости но еще какие-то интересные детали ну например вот тут у машины идет вот такой изгиб который плавно перетекает в капот и вот эту часть хотелось подчеркнуть собственно я добавил источник света сейчас бы еще найти какой вот поэтому стоит все называть вот чтобы вот так не тыкаться как я сейчас стоит все обзывай да ну в общем вот нашел наконец-то охоте их назвал но циферками назвать не лучше без него смотрится как-то плоско форма непонятно чего-то куда-то тут раз и сразу понятно что это там вот как-то гнется вот тут подчеркнуто дальше на ручке какой табличок появился и так далее собственно точно также сделать здесь чтобы показать что тут округлость тут она и так понятно но дополнение не помешают также сделал и здесь также есть источник света который освещает вот это вот этот как бы рамку он светит по факту вот как-то вот так давайте мы идем чтобы не было словно так это у нас контровой свет включая основной если это контровый вот кстати вот этим светом подсветил радиатор как он выглядит давайте глянем что происходит что а это это не тот свет прошу прощения во 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 нашел вот так он собственно светит и подсвечивает только эту часть на это нет вот на это да и добавляет такой прикольный плечок собственно идем дальше также можно подчеркивать какие-то рафнеси ну то бишь какие-то моменты которые неравномерно блестят например стекла они конечно более-менее равномерны но допустим вот тут есть какая-то пыль а вот тут гладенько как это сделать собственно я это делаю обычно основным светом точнее как придется чем фишка если помните уроки физики в школе то угол падения равен углу отражения что это значит то есть вот у нас есть какая-то плоскость на нее падает свет у этой плоскости есть нормаль да именно та нормаль которая перепекается с хай поля нового поля и вот он угол падения собственно следовательно угол отражения будет равен то есть вот это как бы равно вот этому то есть вот они равны тебе соответственно нужно расположить и направить источник света так чтобы нормаль поверхности было если она вот так то чтобы угол был примерно в ту сторону такой же под которым мы смотрим на грубо говоря на эту поверхность но собственно так он и есть вот ведь вот эта линия параллельно и тогда будет такой момент если я его отверну или просто на виду то нихера не будет он просто осветиться а вот так появляется отблеск прямо в камеру лучше всего это видно на тракторе вид сзади я тут правда все отключил на сейчас я все верну чё я тут сделал 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 я следующий то есть я добавил один блик сюда один блик сюда один блик сюда и вот одинарный блик вот туда как собственно это сделать ну самое простое это создать источник света и направить его как бы вот как я показал на москвиче чтобы упадение было равен вот тоже или же или же можно зайти в sky тыкнуть нужное место создать источник света на большей яркости чем тут например вот так и посмотреть по модели доска у меня отключен кстати и посмотреть по модели вот видите цвет как меняется это я вот двигаю ползуночек и посмотреть на модели поискать позиции чтобы подсвечивалась нужная зона но это такая ситуативная ситуативное решение так что лучше создавать руками как по мне а этим ну так знаете творческий поиск организовывать иногда просто когда ничего еще нету можно там потыкать поискать какие-то интересные ракурсы для освещения собственно вот и тут как бы все рафнесы сразу стали палиться к чему это все далее фон не менее важная часть нашего с вопроса какого же цвета выбрать ну некоторые ставят тут вот фон выбирается здесь некоторые ставят сильно заблюренный задник типа этого hdr и карты так и чё он не хочет т.х. короче он настолько прифигел что уже не хочет менять не хочет менять задник ну ладно шишки но у вас по дефолту стоит какая-то там какая-то там hdr и карты допустим рот да и вы можете тут вместо кого выбрать типос sky и будет у вас рот а может выбрать blue red sky будет у вас вот такое а может выбрать ambient sky будет у вас типа просто как будто свет и вот там крутите как выбираете я тоже так делал но она типа от раза к разу хорошо не приходится поэтому как чему я пришел я зашел зашел на арт-стейшн нажал собственно m12 это чтобы открылась я не знаю как это правильно называется давайте назовем профиль сайта не важно нашел тут элементы нашел тут элементы и собственно где-то здесь где-то здесь хрен знает где вот я нашел таким цветом идет собственно блин чё я натыкал каким цветом кодируется вот это вот задняя страница если видите мои модели про наши мои фон и практически с ней совпадают как бы закрою в 12 лучше было видно то есть мои фон и совпадают и сливаются с задником получается как будто бы инвентарь такой мне этот совет подсказал мой ответ так скажем и получается как будто бы инвентарь и модели как будто икон и типа прикольно выглядит но я делаю собственно так джебе то бишь наше цветовое кодирование происходит по трем говоря каналом rgb на арт-стейшне их значение соответствует цифре 23 во всех трех каналах заговариваюсь собственно говоря ставите тут 23 23 23 и будет вам счастье но это если вам мой способ ставить дальше пробежимся капельку по настройкам и на этом видео будем заказать обычно ставлю по максимуму но вот эту вот сухри но очень полезную хри вы сможете по загуглить на всех других уроках по запросу рендер мармасет туба иван там все расскажет вот прям все 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 а я не буду углубляться в подробности я могу сказать что если включаете вот эту штучку и выключаете скоростной режим ну так по прикол включаете эту штучку то у вас в некоторых случаях может стать типа более прикольным освещением как бы я не помню что делает это галочка но вот как бы от раза к разу не приходится но можете потыкать посмотреть что изменится но нужно выключить turbo режим режим когда ракета зеленый с хвостиком это сделано для упрощения скажем нагрузки на при работе я его опять включу а то мне будет жестко лагать вот жесткого так вот чё еще есть интересно если вам как бы красная инвентаризацию но вот как я показал а да стоит подрубить ambient окружен но опять же от раза каждым добавляются прикольные затенения или же или же ну да прикольные затенения тут это плохо видно потому что вообще не видно потому что включен вот этот режим а без него у меня все лагает так вот стены ставите там куда-нибудь на максимум можете нажать из каскад там под тыка ночью это все вам расскажут на youtube какая галочка интересует нас на вас интересует main камера лика с какой камеры вы там хотите рендерить собственно сейф фокус вам поможет скажем выставить но это там бла-бла-бла опять с ютуба информация нас интересует же красота вот тут можно потыкать скажем так настройки всяких с позиция контраст и так далее вот вот это полезная хрень дальше добавить немного шарпа ну как немного мы можно на сотку конечно но не советую давать немного шарпан если у вас где-то сильно так скажем поднулилась текстурка или свет как-то странно ложится то шарпан вам немного поможет но только немного дальше если у вас источники света есть или допустим вот такие моменты можете добавить blue сейчас отключу режим посмотрите как будет вот такой прикол понятно дело не так сильно вообще ни разу не так сильно да и у меня все лагает ну да собственно вот я понизил blue надеюсь мне не лагает звук и вот блин стал пониже и типа ну прикольно чё можете добавить таких вот спецэффектов если у вас комп тянет обычный режим то как бы милости прос дальше вам может понравиться винь это самая банальная винетка выбираете как бы вот софт нас это что-то типа контрастно как собственно спайн то есть насколько жесткий край стран фото сила ну как бы вы сами все видите что я вам рассказываю тут собственно можно выбрать цвет какой хочешь там бла-бла-бла сделать там кровавую луну только трактор ну короче все будет счете собственно говоря на этом видео можно заканчивать все основные фишечки какие я хотел знал умел не умел придумал не придумал услышал не услышал я рассказал вам я пожелаю счастья здоровья делать просто офигительные рендеры и не после моего видео а вообще мое видео может вам помочь а может и помочь фиг знает я такой же новичок и собственно на этом все аривидерчи ребятки и это самое если еще в комментики кидайте ссылки на ваши рендеры интересно посмотреть может кому-то реально помогу